Двое погибших и 15 раненых. Очередное крупное ДТП в Дагестане. Общественность бьет тревогу, а Следственный комитет России возбудил уголовное дело. Железная дорога, экономическое благосостояние и опасность для жизни. Ежегодно под рельсами погибают дагестанцы. О причинах трагедии смотрите в выпуске. Разрушенные дома, опустошенные улицы и горечь в глазах тех, кто потерял все. Дагестанцы оказали Ливану материальную помощь. Представители фонда Инсан работают на месте. Пояса чемпионов останутся в Дагестане. Боксеры Альберт Батыргазиев и Муслим Гаджи Магомедов защитили свои титулы на турнире в Уфе. Двое погибших и 15 раненых. Накануне в Казавертовском районе произошла авария. Мужчина выехал на полосу встречного движения и столкнулся с пассажирским автомобилем «Газель». За рулем был 56-летний местный житель. В результате от полученных повреждений он скончался по пути в больницу. Также, несмотря на усилия врачей, ушел из жизни еще и пассажир «Газели». По данным регионального Минздрава, в настоящий момент Хасаюртовская больница получает лечение 15 раненых. Двое из них в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело. Напомним, что за последнюю неделю произошло более пяти ДТП. Дагестанцы обеспокоены ужасающей статистикой гибели людей на дорогах. И, конечно, они и себе подругают опасности, и окружающих подругают опасности. Это, конечно, плачевно. Конечно, родителям тоже надо контролировать своих детей. Причина аварии, наверное, неосторожность, самое главное. И основная причина – неосторожность. Меньше отвлекаться, уходить больше в дорогу, думать о семье, которая тебя дома ждет, думать о родных, не знаю, о тех, которые рядом едут с тобой, также на машинах. Как бы не думать только о себе. Успею или нет. Порой цена этой попытки – собственная жизнь, а ведь дома будут близкие. Нельзя рисковать собственной жизнью, зная, что неудачная попытка может обернуться трагедией. Рельсы стали ее страшным сном. Девушка, которая решила не показывать свое лицо, проживает в Махачкале возле железнодорожного пути у моря. Трупы, которые она видела в своей жизни, теперь остаются отпечатком в сердце на всю жизнь. Женщина переходила дорогу и ее сбил поезд. Честно сказать, это очень страшно. У меня даже из-за этого травма образовалась каждый раз, когда я вижу железные дороги, либо просто поезда, у меня паника начинается. Железные дороги играют важную роль в экономическом развитии региона. Несмотря на усилия, ответственная организация обеспечит безопасность на рельсах. Ежегодно здесь погибают люди. Имеется, к сожалению, случай трагического характера. А именно в этом году, в 2024 году, зарегистрировано два факта смертельного травмирования несовершеннолетних. Оба произошли в южной части Дагестана и оба путем наезда подвижным составом на несовершеннолетних. В прошлом году зарегистрировано было шесть фактов, из которых три были смертельные. В том числе также было в южном Дагестане. Причины трагических случаев на железной дороге самые разные. От банальной невнимательности до алкогольно-наркотического опьянения пешеходов и водителей. Как профилактику, я бы рекомендовала, конечно, именно информированность населения, чтобы люди понимали, они знали, что это опасно, что есть службы, которые могут поддержать, например, при психических расстройствах, если у человека депрессия, что есть кто ему может помочь, чтобы он понимал, куда он может обратиться, что намеренное самоубийство – это не вариант, то есть есть другие варианты решения проблем. Железные дороги помогают экономике, но несут в себя опасность. Трагедии на путях оставляют след в душах очевидцев. Необходимо не только усилить меры безопасности, но и повысить сознательность людей, чтобы предотвратить новые беды. Традиционная исламская медицина сквозь призму инноваций. Под таким названием проходит международная конференция в научно-клиническом центре имени Вашларова. В рамках мероприятия ведущие зарубежные эксперты и дагестанские специалисты делятся своим опытом, а также проводят практические мастер-классы. «Я очень много слышал о Дагестане. Я в восторге от Вашего гостеприимства, от того, как здесь встретили нашу делегацию. Мы настроены на сотрудничество, на объединение и на внедрение лучших технологий в сфере образования. Дагестан и этот медицинский вуз станут точкой опоры для совместного сотрудничества между разными странами». Участники конференции обсуждают методы лечения, основанные на трудах мусульманских ученых и способы их применения на практике. Исламская медицина пророка Мухаммада является актуальной и сегодня, отмечают эксперты. «Эти методы очень актуальны в связи с тем, что наша медицина, даже официальная, она наконец обратилась к тому, что медицина должна быть в первую очередь превентивной, то есть не решающей уже возникшие проблемы со здоровьем, а предупреждающей эти проблемы. Об этом говорит в том числе министр здравоохранения Мурашко. И именно эти методы, которые сохраняют духовное, физическое, психическое здоровье, они основаны на традиционных медицинских системах. И одной из таких систем является исламская медицина пророка, которая насчитывает многие тысячелетия». Главная цель конференции – укрепление связей между научными и медицинскими учреждениями стран БРИКС, обмен опыта и дальнейшее сотрудничество в области медицины. «Сегодня закладываются основы будущего международного сотрудничества в области как образования медицинского, подготовки кадров, разработки программ, так и практического выхода. Потому что образование, подготовка кадров, они являются ступенью для реализации в области здравоохранения». Отметим, что мероприятие, организованное муфтятом в Республике Дагестан, Коалиция здоровья БРИКС и научно-клиническим центром имени Башларова. Новый детский сад на 120 мест. В селе Кумух Лакского района состоялось торжественное открытие. Строительство объекта началось три года назад. На него потратили 120 миллионов рублей. В дошкольном учреждении есть физкультурные и музыкальные залы, медицинский блок, логопедический кабинет и комната детского психолога. Здание оборудовано пандусом для маломобильных групп населения. «Вся делегация руководства Республики Дагестан, которая здесь находится, передает вам самые искренние поздравления и пожелания всего наилучшего, прежде всего от главы Республики Сергея Ильича Мерикова, от всего руководства. И очень приятно, что сегодня рядом с правительством, как всегда, находятся представители нашего народного собрания, потому что самая главная задача руководства Республики создать комфортные условия для жителей нашей Республики». В столице Республики продолжается ремонт дорог. Работники администрации города устраняют повреждения асфальта на улице Аскерханово. Также они устанавливают пандусы для людей с ограниченными возможностями на улице Юсупова. Ремонтные работы проводятся каждый день и будут продолжены и в других частях Махачкалы. «Работы проводятся, вот сейчас подготовку делаем, подготовку на Аскерханово-12. И после, если погода, условия, если позволят, то и будем и асфальт тоже укладывать. Чтобы для коляски что-то прошли, и для велосипеда, чтобы удобнее было, убираем и ставим улы, и асфальтируем тоже. На этом участке, если погода условия позволят, сегодня не устанавливаем, но завтра хотим завершить». Разрушенные дома, опустошенные улицы и горечь в глазах тех, кто потерял все. В Ливане, переживающем волну трагедии, надеждой становится проявление братской помощи из разных уголков мира. На месте авиаударов, где когда-то стояли дома и звучал детский смех, сейчас царит тишина и запустение. Представители фонда «Инсан» посетили эти районы и стали свидетелями ужасных разрушений. Они встретились с местными жителями и духовными лидерами Ливана, которые рассказали о плачевной ситуации в стране и выразили благодарность дагестанскому народу за помощь и внимание. «Обращаюсь с наилучшими пожеланиями к народу Дагестана и особенно к уважаемому муфтию республики Шейху Ахмаду Афанди». «С большой благодарностью обращаюсь к братьям-мусульманам из Дагестана. Это прекрасная республика, которая не обходит стороной проблемы людей в Ливане и в Палестине, заботится о братьях и сёстрах». «Помощь дагестанцев уже доходит до пострадавших в Ливане. Сотрудники фонда «Инсан» активно закупают всё необходимое – технику, продукты питания, одеяло и подушки, а также тёплую одежду». «В наличии находятся вот такие вот цвета. Говорят также, что у них в наличии 600 одеял и сейчас насчёт подушек. Вот мы говорим, какой из них выбрать, договоримся. Ну, скорее всего, наверное, в таком же количестве и подушки возьмём. Затем мы собираемся покупать стиральные машины и газовую плиту. Всё изготавливается тут на месте». «Особое внимание уделяется нуждам семей, временно проживающих в школах. Многие из них обратились с просьбой предоставить им стиральные машины, которые помогут облегчить повседневные заботы». Боксёры Альберт Батыргазиев и Муслим Гаджи Магомедов продолжают покорять профессиональный ринг. На турнире «Ночь чемпиона» в Уфе они защитили свои титулы. Олимпийскому победителю Батыргазиеву противостоял филиппинец Альберт Пагара. Полноценного поединка, рассчитанного на 10 раундов, не вышло. Уже после четвёртой трёхминутки Пагара отказался от продолжения боя, ссылаясь на травму локтя. «Первый раунд соперник дал мне понять, что он хочет всю дистанцию пройти. Он никуда не спешил, не торопил. Я сразу закрылся. Для меня это было что-то новое. Пришлось начать его раздёргивать, растаскивать, чтобы он начал открываться. Но в каком-то отрезке у него вылетело плечо, я как понял. И не смог продолжить бой, к сожалению. И мы не смогли показать 10-раундовый поединок». Двухкратный чемпион мира и серебряный призёр Олимпиады Муслим Гаджимагомедов проводил в профессионалах только пятый бой, но уже в статусе чемпиона. Поединок против немца Леона Харта продлился 12 раундов, где Махачкалинец полностью доминировал в ринге. Победа единогласным решением судей. «В принципе, доволен. Конечно, хотелось досрочно, но соперник оказался крепче намного, чем я думал. Недооценки не было. Я очень хорошо прошу подготовку. В принципе, так и предполагал, что бойник будет 12 раундов, так как простой боксер не доберётся до претендента на титул». Сборная Дагестана по спортивному микс-файту показала лучший результат на чемпионате Северокавказского федерального округа. Соревнования с участием около 500 бойцов проходили в Ингушетии. В октагон выходили юноши, юниоры и взрослые. Наша команда под общим руководством. Бадави Гасанова выиграла 30 золотых, 17 серебряных и 25 бронзовых медалей. По этому показателю дагестанская дружина опередила сборную Астрахани и Ингушетии, которые в итоге стали вторыми и третьими.